Всем привет, с вами Вингелем и это еженедельный выпуск новостей PlayStation, в котором я обсуждаю все самые интересные инфоповоды, что так или иначе связаны с консолями от Sony. Но и так как я не фанат длинных вступлений, давайте мы не будем тянуть и сразу ренемся в самую гущу. Крупные игровые инсайдеры заявляют, что уже на следующей неделе Microsoft заанонсирует сразу несколько новых портов для пятой PlayStation. Причем среди этих портов будут не просто какие-то мелкие и никому не нужные инди, а полноценные ААА эксклюзивы вроде Старфилда, Форза и Хейла. Какие именно эксклюзивы Xbox'а будут слиты на пятую плойку, пока никто точно не знает. Но говорят, что одной из игр скорее всего будет именно пятая Forza Horizon, так как у неё очень скоро закончится лицензия на автомобильные бренды, и Майкам нужно как можно быстрее продать эту игрушку всем, кому только возможно. Судя по свежим опросам, более 40% геймеров вообще не заинтересованы в современных консолях, и готовы перейти на новое консольное поколение только из-за крупных франшиз вроде Ассасина, Колды или какой-нибудь GTA. Ну а так как большинство крупных серий всё ещё продолжают делать версии для прошлого поколения, хайп по современным консолям появится разве что только с выходом с шестой GTA. На этой неделе турецкий PlayStation Store словил очередное повышение цен, которое затронуло более 2000 позиций и подняло местные ценники до каких-то небывалых высот. В особенности досталось делюкс изданиям игр, которые после новой корректировки получили ценники в 4-5 тысяч лир, что в свою очередь ну просто полный трындец и превращает турецкий магазинчик PlayStation в один из самых дорогих и невыгодных сторов. Спонсором этого видоса является игровой сервис GamePropaganda, крупный магазин по продаже игрушек на плойку, в котором вы можете приобрести все актуальные новинки геймдева по довольно приятному ценнику. Также помимо игрушек тут можно продлить и подписку на PS Plus, причём прямо сейчас на неё действует 25% скидка, и месяц самой дешёвой подписки Essential вам обойдётся всего лишь в 990 рублей. Что же касается самого магазина, то это большой и проверенный временем сервис, который к тому же ещё и работает полностью в белую. Но если наличие юридического лица для вас не аргумент, то тогда лучше зацените отзывы довольных клиентов, коих за всё время работы магаза набралось более тысячи. Если что, все ссылки на игровой сервис GamePropaganda будут в описании ролика. Несмотря на свою ущербность и абсолютно нулевой функционал, PlayStation Portal продолжает бить рекорды продаж и держаться в топе игровых аксессуаров уже шестой месяц подряд. В особенности, эта стриминговая лопата от Sony хорошо идёт в США и Британии, где спрос настолько высок, что прикупить эту лопатку можно только с помощью предзаказа. Если верить инсайдерам, то уже в начале следующего месяца PlayStation проведёт свой новенький шоукейс. Шоукейс, на котором продемонстрируют новые игры от внутренних студий, а также раскроет даты релиза уже известных игрушек, вроде второго Death Stranding'а и нового Росомахи. Что же касается PlayStation 5 Pro, то скорее всего её не покажут и на этой презентации Sony. И вполне возможно, что улучшенную пятую плойку стоит ждать только в 2025 году. Для приложения Sony PlayStation Up вышла небольшая, но очень приятная обновка для Трафи Хантеров. И теперь отслеживать и получать подсказки по игровым достижениям можно не только с консоли, но ещё и с телефона, на котором есть PS Up. Стало известно, что Геральт из Ривии не будет главным героем в Witcher 4, но тем не менее, персонаж всё же появится в истории в качестве небольшого камео или второстепенного персонажа. Ремейк Until Dawn выйдет уже 4 октября на PS5 и ПК. Причём, если раньше говорили, что игра выйдет сначала только на PS5, то теперь заявляют, что у неё будет одновременный релиз на обеих платформах. Чешская студия Warhorse заявила, что столкнулась с небольшими проблемами при создании Kingdom Come 2, и поэтому решила перенести свой новый проект на февраль 2025 года. Если верить инсайдерам, то прямо сейчас у Bungie очень большие проблемы с созданием новой игры, и вполне возможно, что заанонсированная ими сервисная игра Marathon так никогда и не доберётся к релизу. Похоже, что ремастер Dead Rising лишится одной из самых интересных механик оригинальной игры, и в переиздании этой культовой классики уже не будет возможности фотографировать женских героев в откровенных нарядах. Несмотря на полный игнор от сообщества, Sony всё же продолжает пушить шутер Concord, и даже представила масштабную дорожную карту, в которой обещает 3 полноценных сезона и целую тонну косметики. Новый трейлер Dragon Age Vailguard наконец-то раскрыл дату релиза. Если в ближайшее время ничего не поменяется, то игра выйдет уже 31 октября. В новом сюжетном DLC для Mortal Kombat 1 разработчики решили кардинально поменять образ одного из культовых персонажей сериала. И теперь всем хорошо известный ниндзи Сайрекс – это независимая чернокожая женщина. Крупный корейский издатель Crafton выкупил студию Tango Gameworks вместе со всеми правами на серию Hi-Fi Rush, так что у хайпового ритма игрушки всё-таки будет полноценное продолжение. Первые игровые рецензии на Black Miss Wukong говорят о том, что у китайцев всё же получилось сделать достойный и топовый соус лайк, и то, что эта игрушка 100% станет одной из лучших игр 24-го года. Нашумевший шутер Metal Hellsinger уже 26 сентября получит VR-ную версию, а вместе с ней и новую контентную добавку, которая будет состоять из нескольких новых песен и парочки обликов. Согласно свежей утечке, ремейк второго Silent Hill'а должен выйти уже 8 октября на PS5 и ПК, а показать игру и официально заанонсить дату релиза должны уже через неделю на новом Gamescom'е. Заанонсированная ещё в 21-м году Star Wars Eclipse на днях лишилась главного сценариста, что скорее всего очень негативно повлияет на проект, и если не отменит его, то как минимум перенесёт его ещё на более дальние даты. Успех Stellar Blade настолько сильно впечатлил корейские студии, что многие издатели из этой страны тоже решили попробовать свои силы на поприще одиночных игрушек. Вполне возможно, что финальная третья часть ремейка Final Fantasy VII всё-таки делается на пятом Unreal'е. По крайней мере на это намекают вакансии студии, а также несколько именитых инсайдеров. Крупный забугорный агрегатор оценок IMDb случайно слил дату релиза шестой GTA. Если ему верить, то новая часть автомобильного угонщика посетит современные игровые приставки уже 27 октября 25-го года. Ubisoft заявила, что новая Assassin's Creed Shadows – это самая амбициозная и крупная игра в ассасиньей франшизе, и то, что работы над этой частью сериала велись ещё с 20-го года. Похоже, что студия From Software теперь станет самостоятельно издавать свои игры, и больше не будет ориентироваться на желания сторонних издателей при создании новых продуктов, что в конечном итоге даст им ещё больше свободы и позволит гораздо чаще делать такие эксперименты, как Блокборн и Секиро. Генеральный директор Gearbox официально подтвердил разработку новой части Борды, и заявил, что в ближайшее время фанатам франчайза стоит ждать очень много приятных сюрпризов и новых анонсов. Согласно свежим утечкам, в новой части Battlefield вполне может появиться открытый мир и активности, как в каком-то Фар Крае. Вполне возможно, что следующая игра Naughty Dog'ов уже не будет классическим приключением с видом от третьего лица, и студия попробует свои силы в создании FPS-ного шутера. Отмена мультиплеерной Last of Us настолько сильно взбесила руководителей Sony, что почти все, кто вёл разработку этой несостоявшейся игры, в конечном итоге были с позором вышвырнуты из Naughty Dog и компании Sony. Судя по всему, у культовой Alien Isolation всё-таки будет полноценное продолжение, причём заанонсить его могут уже буквально через неделю на новом Геймскоме. Похоже, что в Star Wars Outlaws не будет полноценного открытого мира, и вместо интерактивных и живых планет, нас ждут картонные загончики без какой-либо симуляции. Благодаря сайту вакансий стало известно, что новая игра от создателя Годовара будет в совершенно новом и непривычном для студии сеттинге. И вполне возможно, что это будет игра про далёкое будущее, где человечество уже открыло для себя путешествия в космосе. А теперь, по традиции этой рубрики, давайте перейдём к халяве, скидкам и обновлениям PS+. Что касается халявы, то на этой неделе ничего особого не было. И единственное, о чём можно сказать, так это только разве что о новой демке игры Киборг Арена. Небольшого битэмапа от российской студии Собака, который является классическим бэпроектом и позволяет вернуться на 10 лет в прошлое. Сама демка, кстати говоря, довольно обширна, и может без особых проблем скрасить вам один уныленький вечерок. А вот со скидками на этой неделе всё просто прекрасно, и в Сторе появилось сразу несколько новых больших распродаж, на которых можно купить Dying Light с 80% скидоном, Atomic Heart за половину от оригинального ценника, вторую Dragon's Dogmus с 30% дисконтом, коллекцию Бэтменов за 2,5 копейки, и Assassin's Creed Mirage за половину цены. Если что, все эти предложения будут актуальны аж до 29 августа, так что времени на то, чтобы побродить по Стору и повыбирать интересные предложения у вас ещё просто с избытком. Ну а если вы всегда хотите быть в курсе всех актуальных событий и скидок, то настоятельно рекомендую подписаться на мой Телеграм, в котором как раз и постятся все свежие новости игровой индустрии, а также эксклюзивные предложения в Сторе и всякие бонусы от компании Сони. Ссылочка на канал в Телеграме будет ниже под роликом. А теперь давайте парочку слов и про апдейты местных подписок. Во-первых, наконец-то стала известна подборка для экстры на август, и в неё вошёл третий Ведьмак, второй Watch Dogs, индюха Cult of the Lamp и ещё целая куча игрушек калибром поменьше. Полный список всех игр и обзор новой раздачи уже висит на канале, так что если вы хотите получше ознакомиться с свежей подборкой для экстры, то лучше переходите по всплывающей подсказке и смотрите видос. Во-вторых, буквально вчера стало известно, что помимо стандартной раздачи, в PlayStation Plus Extra попадёт ещё и бонусная игра под названием The Plague Esquire. Небольшая рисованная адвенчурка на парочку часиков, которая станет Day One релизом подписки PlayStation и будет доступна уже вечером этого дня. Ну и в-третьих, напомню, что уже 20 августа расширенную подписку PlayStation покинет сразу несколько топовых игр, среди которых есть третий Spellforce, Destroy All Humans и Sea of Stars. Полный список уходящих проектов прямо сейчас у вас на экране, так что если вы хотите попробовать что-то из данного списка, то имейте в виду, что на всё про всё у вас осталось только три дня. Субтитры сделал DimaTorzok